Здравствуйте! Я организую «Бои без правил» и надеюсь, что программа «Давай поженимся» организует мою личную жизнь. Со мной друзья Карина и Алексей. Андрей, 30 лет. Сделал предложение возлюбленной 1 апреля и очень удивился, когда понял, что бракосочетание не состоится. Андрей – организатор «Боёв без правил», менеджер Федерации профессионального бокса России. Андрей – служил в ВДВ, катается на квадроцикле, ездит на рыбалку, гордится своим патриотизмом. Предупреждает, что его избраннице придется посещать вместе с ним мероприятия, связанные с его работой. Андрей никогда не женится на девушке легкого поведения. Его будущая избранница должна быть спокойной и доброй христианкой без детей. Здравствуйте! А где я хочу вам подарить такие весенние букеты? АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы даже сказала, летняя прелесть – колокольчики. А цветочки красивые, красивые. На языке символов Василиса колокольчики что? Ну, колокольчики вообще веселье, радость, пожелание, хорошее настроение. Андрей, вы же были у нас на программе. Да. И невеста вас выбрала. Ну, а что там? Почему они вместе? На самом деле, она хорошая девушка, но как пообщались и поняли, ну, все-таки мы разные. Что не устроило-то? Вы же знали, что у нее ребенок? Да. Вот вы сегодня заявили, хочу без детей, имеете право, 30 лет, имеете право. У вас же нет своих собственных детей. Нет. Может быть, загрузились, что девушка впереди паровоза свое дитя толкала? Ну, я бы... На свидание с ребенком приходило? Нет, нет, нет. Ну, как бы на самом деле было вот одно свидание после программы. Мы посидели в кафе и все, и обсудили. Может быть, она вам рассказывала, как он сказал первое слово. Знаете, бывают вот такие вскрывательницы мозга. К моменту выбора, я так понимаю, вы уже понимали, что это не девушка вашей мечты, да? Ну, ладно. Хорошо. Не получилось и не получилось. В конце концов, никто не неволит. Да? Так бывает. Есть выбор всегда. Конечно. Слава Богу, что не женились и не нарожали детей. Ну, ты знаешь, ну, наверное, он очень избирательный. Ну, как-то странно. Обычно, когда вы девушку выбрали, значит, он что-то стоит. Совсем он отказался. Расскажите мне, Андрюш, а у вас ведь была еще девушка, с которой у вас были долгие отношения, вот, которые вы 1 апреля сделали предложение. Да. Молодец, оригинал. Это кто научил-то? Ну, я всегда, как бы, всегда оригинальный, всегда, ну, возможности всякие разные. А девушка как должна была к этому отнестись? Ну, она просто в шоке была. Я знаю, что вы вместе с ней не жили, но ночевали друг у дружки, как сейчас бывает. Ну, как бы, да. Или были близкие отношения? Ну, да, вместе, как бы, да, потом решили. А ее родители как к тому, что вот такой прекрасный Андрюшка, головоглазый, подживает с их дочкой? Не, ну, они хорошо ко мне относились. Ну, они понимали, что это закончится, да, с сочетанием браком? Ну, да, мы уже, как бы, рассчитывали, на самом деле, все. Молодец. И вот вы, чтобы папеньки на ожидании, так сказать, не опровергнуть, 1 апреля прямо говорите, выходи из меня. Ну, это было прямо ночью, прямо вот в 12, прямо вот на первый час. Молодец. Несмотря на его доброту, мне кажется, нотка авантюризма есть тоже. Посмотрим. У вас 1 апреля сделал предложение. И она что? Она согласилась, конечно. Ну, правда, слезы, ну, прям неожиданно, просто были слезы, на самом деле. А совесть как? Это была искренность. Нет, а совесть... Нет, мы все разыграем. Послушайте, я лет с 14 рассказывала маме, что у меня скоро будет ребенок, именно 1 апреля. Мой брат такие вещи отчебучивал. Я так думаю, что мамина седая голова, вот после 1 апреля волосы-то стали появляться седые. А девушка ваша, когда вы ей сделали предложение, она как, всерьез это восприняла? Да. И? И все. Колечко ей подарили? Конечно. Кольцо, на самом деле, было с бриллиантом, ну, достойное кольцо, которое прямо, какое нужно. Ну, прекрасно, господи боги, ну, вы даже и не думали, что это 1 апреля. И вот 2 апреля, 3 апреля она уже шьет платье, мамка там на стол мечет уже, сватов ждут. Не, ну, мы просто определили, что ближе к лету уже место, в принципе, обозначили. Прекрасно. Вот, что природа будет, все, озеро. Какое счастье. Ну, очень такое, да. И мы опровергаем вот эти стереотипы, что 1 апреля только шутки. Нет, вполне серьезные вещи делаете. Нет, это не шутка была, это, да, реально. Так и что, почему свадьба не состоялась? Потому что мы должны были жить в Москве, вот, а так как я живу в области... В Чехове? В Чехове, да. И на самом деле там очень хороший город. Очень, обожаю. Вообще, подмосковные города, жить, счастье. И от Москвы близко, и все-таки ты не живешь в этом... А я не знаю, ну, а что за ваша такая-то, в принципе, почему вам Москва, все-все в Москву стремятся? Или у вас все-таки это работа определяла место жителя? На самом деле, нет. У меня как бы там и работа, да, в Чехове. А вот я знаю, что вы менеджер очень известного боксера. Вот с денежкой там как? Хорошо зарабатываете? А то суть по тому, что вы все приживали, как Лариса говорит, у своих невест, похожих квартир у вас даже нет. Почему? Есть. Есть, да? И участок земли. О! А он хозяйственный, судя по всему, участок и земля. Участок, дом и земля всегда требуют очень много времени. А кто в Москву? Чья была идея? Ваша или ваша? Она как бы работала в Москве. Вот. Работала в Москве, и нужно было ей в Москве. Но менеджер, это же не то, что с утра с 8 там дадут. Нет, нет, нет. Ну, мы не только менеджеры. Я, например, мы подготовим детей, которые... Хорошо. В чем была причина? То, что вы... Вот для меня, то, что вы не поехали в Москву, это значит, вы дружны со своей головой. Потому что, ну, невозможно, Москва не может... Москва очень, да. ...фик местить. Послушайте, все деньги, которые ты будешь зарабатывать, будешь тратить на съемную квартиру, на еду и на проезд. Глупость. И вот вы бы ей сказали, любимая, ну, в Чехове у меня участок с земли, квартира, вот то, что вы сейчас Розе рассказали. А она говорит, нет, только в Москву? На самом деле, только в Москве, потому что Москва для нее это мегаполис. Хорошо. И вот где она сейчас? За границей. Ну, я сейчас с ней не общаюсь, как бы. А, так для нее это тоже было ступень. Да, да, она... В чем была сложность? Я, конечно, не понимаю. То есть... Ну, ну, для некоторых сложно переехать. В маленький город, да? Теперь она даже и не в Москве живет. Даже все, уехала. Ну, так птицы высокого полета, я так понимаю. Ну, не маленького. Хорошо. Она как бы своим трудом, в смысле профессионализмом, или вот за то, что вышла замуж за богатого. Не, не, она не вышла замуж. Ну, неужели, если есть любовь, нельзя было прийти к какому-то компромиссу? Ну, пусть жить между Чеховым и Москвой. Ну, условно говорю. А вот это у вас, кстати, условие такое относительно будущей жены, что вы хотите, чтобы она посещала все мероприятия с вами. Почему она должна присутствовать на всех ваших этих мероприятиях? Почему присутствовать? Потому что ей должно тоже быть интересно. Потому что, как бы, это же одна семья. Это когда мужчинам бьют морду друг другу, да? Смотрите, это необходимость протокола и формата, либо это ваша внутренняя потребность, чтобы супруга была рядом. Да, ну, рядом поддержка какая-то. Вот, и даже самой тоже интересно. Ну, и показать жену тоже нужно, а будешь за ним везде. Я буду работать. Нет, я буду работать. Вот, девчонки, вот скажите, имеет ли право он требовать от нее публичности, если даже президент не смог потребовать это от своей жены первой леди? Нет, иногда просто ситуация, протокол требует, допустим, президент компании или еще кто-то с супругой, когда обязательно, когда человек приходит на важное мероприятие без супруга или супруги, это вызывает какие-то толки, двусмысленные какие-то фантазии, когда обязательно да, но если у нее есть возможность не посещать эти мероприятия, почему нет? А по поводу того, что... Ларис, ну это, как ты считаешь, это была единственная причина, из-за которой люди разводятся? Владимир Владимирович? Да. Во-первых, я хочу сказать, боже мой, бедный, я с таким состраданием отношусь к этой ситуации. Представляешь, какое количество миллионов людей, которые жаждут крови, которым хочется в этом участвовать, злые языки? Мы живем в таком ханжеском государстве, что озвучить вот так напрямую, что да, наш брак расстался, почему нет? У меня четвертый муж. Мы живые люди, и то, что Владимир Владимирович об этом сказал своей женой, ну, конечно, жалко всегда, когда что-то распадается. Это страшно, но с другой стороны, для меня, например, это огромный плюс, потому что человек живой, чувствующий, и она живой человек, и чувствующий в жизни бывает тяга. Лариса, я с тобой полностью солидарна. Во-первых, в любой семье возникает этап в жизни, называется опустевшее гнездо, когда дети вырастают и вылетают, и, соответственно, когда функция родительская не становится столь актуальной, муж с женой смотрят друг на друга, и тут возникает сложный процесс. Но мне кажется, честнее было бы все-таки продолжать жить в любви, если уж нет такой ситуации. Поэтому, ну, вот как свака скажу, что да, все в жизни бывает, но в любом случае развод всегда плохо. Конечно, но нет. Ну, с другой стороны, представляешь, сколько он времени проводит на работе. Ну, конечно, каждой жене хочется режаться, пойти там к подружке, гостей пригласить. И вообще для меня эта ситуация, конечно... Ой, да. Ну, я, кажется, страдаю. Развод плохо, но сама возможность, мне кажется, развода... Вот какой была бы жизнь многих пар, если бы не было вообще такой возможности сейчас в современной культуре? Это ужасно, да? И у всех какая-то вторая, третья жизнь, третья история. И людям, у которых нет своей собственной истории, конечно, начинает жить, начинает копаться, любопытствовать. Потому что сама возможность безысходности, мне кажется, что не должно быть в отношениях безысходности. Потому что когда два человека искренне любят друг друга, они дополняют друг друга, и у них прогресс, рост. Ну, вы смотрите, вы первый раз к нам пришли, у вас не получилось. В промежутке у вас была история, которая не сложилась, и вы снова к нам вернулись. Значит, у вас есть доверие к тому, что мы вам говорим, что вам советуем. В конце концов, как мы затрачиваемся здесь. На самом деле, да, я прислушиваюсь к вам. И, значит, сегодня будете нас слушать, прислушиваться, да? Да, и вы мне поможете, я думаю. Конечно, поможем, Андрей. Только вы должны чётко знать для себя, чего вы хотите, чего не хотите. Значит, женщина без ребёнка, я услышала. Я даже не буду задать вопрос. Имейте право, не хотите ребёнка. Не хотите девушку лёгкого поведения. Как-то для меня не очень понятно. Для меня девушка лёгкого поведения – это проститутка. А есть лёгкого поведения, просто лёгкая вот такая женщина. Вот ведёт она себя легко. Нет, вам нужна такая загруженная, серьёзная, подкуморщить. Лобик будет всё время делать, что она обдумывает каждый шаг. Должны мы как бы совместно это всё делать. Нет, она должна быть не серьёзной, а мощной. Мощной энергетически для окружающих. Она должна производить впечатление. Значимой. Значимой. Это должен быть образ Елены Куракиной, вот если мы возьмём Толстого, в первой части её жизни. А в браке это должна быть такая уже, скорее, Наташа Ростова, но времён Безухова. Вот как женщина может переместиться из одного образа в другой сразу, резко, я не понимаю. Вот я думаю, что основная проблема вас может ждать здесь. Красавица. Там только на двух страницах плечи её расписаны толстым. Ну, понятно. Да, посмотри, как засмущается. Но она ещё и была возрастная. Ну, да. Для тех лет под тридцатник это уже... Но она производила впечатление, она была статусная, светская. Вот такой внешний образ дома должен трансформироваться в такой мягкий и хозяйственный. Друзья мои, вы хорошо знаете Андрюшу, будьте активны, окей? Да. Пожалуйста, слушаю вас. Ой, ну, по поводу внешности сами разберётесь. Наташа Ростова, не Наташа Ростова. Я, знаете, на что хочу обратить ваше внимание? Вот есть как бы некая формула инстинкта, который звучит. Хочу, чтобы мне было хорошо. Ну, часто мужчины этим пользуются. А вот формула любви звучит по-другому. Хочу, чтобы тебе было хорошо. И более того, именно эта формула может трансформироваться в семейную формулу. Хочу, чтобы нам было хорошо. Вот мне бы хотелось, чтобы всё-таки женщина была, уж не знаю, как она там, лёгкая, нелёгкая, чтобы прямо вот чёткая линия, хочу, чтобы тебе было хорошо. Вот я буду такую отсматривать. А уж дальше там посмотрим... А звёзды подсказывают, что вам сейчас сложно влюбиться. У вас ключевой год, который потребует от вас серьёзности, терпения, трудолюбия. Вы, хотя и выглядите достаточно солидным, у вас всё время в течение жизни будет жить такой маленький весёлый чёртик. Вы такой проказник в глубине души. И вот этот год вам покажет, что пора становиться взрослее. Гораздо взрослее, чем, например, вы год назад были или вели себе. Вот сейчас вы уже серьёзный взрослый мужчина. И ближайшие события это докажут. Они будут не очень простыми, не самыми развесёлыми. И только терпением вы сможете вот эту жизненную задачу одолеть. И женщина нужна нам такая же подстать. Вот как только речь идёт об ответственности и взаимных обязательствах, любовь и яркие чувства возникают очень редко. Я вам искренне желаю увидеть за своей ответственностью, за вот этой серьёзностью, ту девушку, которая вас по-настоящему тронет. Но вас сегодня расшевелить на живые чувства будет очень непросто. Я это понимаю. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» на студии Андрей. Встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте, Леночка. С кем вы? Это моя подруга Аня. Давайте на вас посмотрим. Очень приятно. Елена. 23 года. Сервис-менеджер и инструктор групповых программ в фитнес-клубе. Имеет чёрный пояс по карате. Морскому отдыху предпочитает горные лыжи и экскурсии по Европе. Предупреждает, что ест только здоровую пищу. Пока Елена боролась с лишним весом, не думала ни о каких отношениях с мужчинами. Но даже похудев на 17 килограммах, так и не встретила своё счастье. Надеется, что Андрей оценит её старания. Лен, значит, вот такие вот красотки, как вы, русая коса, вьются волоса, тоже мучаются комплексами, да, всевозможными? Конечно. Они есть, наверное, у всех. И когда вдруг, посмотревшись в зеркало, вы поняли, что нужно что-то менять в жизни? Это было где-то мне было, по-моему, 18 лет. А, ну тогда понятно. Тогда вот эта истерия всеобщая. Сейчас вы себе нравитесь, скажите? Нет. Нет предела совершенства. Ты тоже худела, помнишь? Ну, не ради мужчины, конечно, ты худела. Ну, я ради себя. Лариса, я знаю, может быть, причину. Вот смотри, какое требование она предъявляет своему будущему супругу. Высокий, спортивный мужчина, 25-35 лет, не курит, не пьёт, обязательно много тренируется, любит проводить время на воздухе. Заработок от 130 тысяч, разносторонний, интересующий всем и сразу, не сидит в выходные на попе с попкормом, любит экскурсию, готов к авантюрам, типа прыгнуть с парашют, уехать на два дня в Париж, пойти на концерт, цирк, романтик, цветок на столе, огромный букет воздушных шариков, за ручку по берегу моря, медленный танец, на пирсе под луной и ла-ла-ла. У меня вот два пункта, да, немножко смутили. Во-первых, мужчина, который интересуется всем и сразу, он никогда не придёт ни к какому результату. Это, да, первое. И второе, если вам нравится вот такая активная жизнь, спорт, это не обязательно мужчине, который зарабатывает вот те самые 150 тысяч, должен столько же времени проводить за надуванием шариков и в фитнесе. Вы как-то немножечко уже начинаете соображать, 23 года. А остальное по берегу моря, Париж, ну а о чём ещё мечтать? О картошке жареной с грибами. Поэтому, не-не-не, всё, Леночка, нормально. Вот вы влюбились в своего тренера, да, по фитнесу? Все влюбляются в своих учителей. Расскажите. Ну, я как раз поступила только в институт, только началось моё знакомство с фитнесом, и наш тренер был симпатичный и просто потрясающе двигался. И эти занятия стали для меня очень важны. Я ждала каждую тренировку, считала часы, считала минуты, когда будет следующее занятие. И последней точкой было, это когда вы к нему подошли и сказали, нравишься ты мне? Да, я сказала, причём я отдавала себе отчёт, что я не люблю этого человека, потому что я его не знаю. Я ему сказала, я не могу так больше, ты мне нравишься. А он своими длинными тонкими пальцами так ваш локон за ушко вам убрал, сказал, детка, я не только тебе нравлюсь, но и себе тоже. Ну, на самом деле примерно так и было. Мне оно очень нравится, потому что я очень уважаю спортсменов, и чёрный пояс это о многом говорит. Леночка, повзрослели? Чувствуете себя, что вы уже большая девочка? Конечно. Скажите, пожалуйста, если вы встретите прекрасного во всех отношениях мужчину, но вы должны будете так же, как он, фанатично любить бокс и присутствовать на всех абсолютно боях, ездить с ним на все соревнования? Вы бы сказали, как? А моя собственная жизнь, а мои замечательные подруги, а магазины? А фитнес. А фитнес. То есть вас бы это возмутило, вам бы это не понравилось? Конечно. Дорогая моя, поэтому дайте мужчине воздух, дайте ему возможность проживать свою собственную жизнь. А поверьте, через несколько лет, если он к вам пластырем приклеится, вас начнет даже тяготить вот это 24 часа в сутки. А вот, дорогая невестушка, какая ты жена будущая хорошая. Вот я прочитал в твоей анкете, ты пишешь, что не хочу уборкой заниматься, пусть этим занимается домработница. Да. Дальше я поняла? Да. Мужчина сам вам предложит более комфортное существование, если у него будет возможность, но он всегда должен быть уверен, что в случае чего вы не зарастете. Понимаете? Нет, это несомненно. Алена наша прекрасная хозяйка, и мы об этом знаем. Великолепная. Перед вами сидит замечательный Андрей, взрослый, который уже сделал определенные выводы, который хочет жениться. Мне кажется, вот это та самая разница в возрасте 7 лет. Оба спортсмена без дурных привычек, у вас нет детей, у вас все может сложиться. Чехов поедем? Скорее всего, нет, потому что работал... А вы там были? Нет. Это в Москве, в принципе, очень близко. Ближайшая причем. Но я работаю на своей новой должности как сервис-менеджер совсем недавно, с января месяца, и я полностью нашла себя в этой должности. У меня полный рабочий день. Так муж зачем? Вот, и... То есть для вас главнее работа, чем любимый мужчина? Потому что я сейчас... В Магадан едут за любимыми, а вы не можете отказаться от работы. В тридцатник придет, тогда, извините, уже поздно будет. Андрюш, ну кроме того, что Чехов, конечно, поедет, если влюбится. На первом свидании на что обращаете внимание, в первую очередь? Вот представьте себе, что у вас свидание с Андрюшей. Чем мы будем заниматься, куда пойдем? Куда бы вам хотелось? Пройтись по парку, например, в Коломенское или в Царицыно. А вы... Вы будете сам предложить или вы будете настаивать, чтобы ваши интересы были обязательно учтены в этом вопросе? Когда как? Если это будет день, то это можно пройтись в парк даже вплоть до Тулы. А я знаю очень хорошо Тулу, где очень-очень шикарный парк. Тулу? Тула. Это который за Чехом уже? Это... Еще дальше. Город, который русский. Пешком он до Тулы. Нет, до Тулы точно. Ален, до Тулы не пойдет. Если у вас есть какие-то вопросы друг к другу, пожалуйста. Вроде вы так общее все рассказали. Тогда сюрприз. Да, давайте. У меня здесь такая романтичная мечта. Пройтись с любимым человеком за ручку по берегу моря, чтобы светила луна, чтобы ярко блистали звезды. Мне хотелось бы немножко приблизиться к этой мечте. И пройтись вместе с тобой. Спасибо. 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 Я очень люблю ходить гулять, смотреть на красивые места. Она гуляет на берег моря. Мне кажется, ему не понравилось. Да? Да нечего кофе выпить. Я очень люблю пить кофе. И мне бы хотелось знать, какой кофе предпочитаешь ты. Латте. У нас с тобой очень похож вкус. Я прошу тебя, угощайся. Я думаю, это будет не последняя наша чашка кофе, которую мы с тобой выпьем. Ну да. Я думаю, это вот это латте. С молоком? Да. За наши знакомства? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, проходите. Спасибо большое. Спасибо, моя комната, девочки. А вы возвращайтесь к нам, Андрей. Спасибо. Ну как ты, как ты? Молодец, вообще. Шикарно, пара. Да, мне кажется, я так мало сказала. Вот понимаете, я, например, иногда интуитивно просто чувствую, что пара. Но из-за какой-то ерунды вы друг друга потом не выбираете. А я же не могу вас заставить. У нее шанс был. Если сидела бы она вот тут, может быть, другое было бы. Значит, она сейчас должна произвести впечатление. Это как раз из той же самой серии. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Все, вот это мне не нравится в Чехов. Я не поеду. У меня сейчас карьера. Ну и сиди дальше с карьерой. У тебя был шанс. Другого не будет. Вот так в жизни. Ты можешь отступиться от карьеры. Если ты влюбишь, ты отступишь. Я же тебя знаю. Это... Ты хочешь стабильности. Вот чего ты хочешь. Я хочу эмоций ярких. Я хочу счастья. Мне понравилась невеста. Но мне показалось то, что к ней подходит поговорка «Мягко селить, жестко спать». Она хочет показаться воздушной, но на самом деле внутри она так жесткая, очень жесткая девушка. Это мне немножко напугал. Мне подружки говорили, что у нее на лбу написано «Не влезай, убьет». Поэтому тяжело будет. Леш, как вам? Что теперь ей век счастья? Нет, у нее неплохой характер. Нельзя назвать его плохим. Но просто вот она любит лидировать. Любит не то, чтобы прям превосходство иметь над мужчиной, но, наверное, быть вровень. Да она просто мечтает. Она молодая, и она мечтает об идеальных отношениях, хотя бы о любви. Поскромнее, что ли? Не будешь ты на своего мужика тащить? Я ж... Ну, я тебя давно знаю. Что вы увидели? Что я увидел? Да. Как она вас за руку взяла? Скрипка схватила или дала свою ладонь? Или она вас, так сказать, обволокла своей... Ну, черный пояс, я думаю, там точно есть. Чувствуется, да? Пугает или скорее нравится? Не, не пугает. Почему мы должны испугать? Нет, ну, очень хорошо. Когда с по башке, и уедете на горшке. Да. Вот как раз самое первое впечатление было правильным для вашей Венеры во льве. Вот эта громкая заявка, и я тоже занимаюсь культурой тела, вот эта царственная осанка, поставленная речь, даже немножко фальшиво звучала, но могу сказать, что на вас это должно было произвести впечатление. Вот все, что было дальше, было, на мой взгляд, не в кассу. Она просто испугалась, испугалась эфира, всего, что происходило. Но в жизни, поверьте мне, она может расслабиться. У нее есть действительно особенность предпочтений в личной жизни. Любит мужчин, простых, в общем, достаточно обычных. Я думаю, что она не мечтает о каком-то звездном партнере. Но мужчины для нее не очень значимы. И своя личность, и все ее предпочтения в том, что касается карьеры... Очень больше. Да, они больше, чем предпочтения личной жизни точно, абсолютно. Всегда мужчина будет вторичен. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай по шейнису» у нас в студии Андрей. Встречайте вторую невесту. Удачи. Пошел очень хорошо. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. С кем вы? Я сегодня пришла со своими подругами Наталья и Алена. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Алена, 25 лет. Владелица агентства по разработке и продвижению сайтов. Мастер спорта по художественной гимнастике. Окончил музыкальную консерваторию, играет на фортепиано и поет. Мечтает побывать в Индии и завести лабрадора. Возлюбленная Алена сильно ревновал и пытался контролировать ее жизнь. Недолго думая, она сбежала от навязчивого кавалера в Москву. Надеется, что Андрей будет ей доверять. Молодец. Лучший выход – уехать в Москву. У вас было какое-то невероятное, необычное знакомство. Расскажите. Я училась в консерватории, и мой бывший молодой человек, проходив мимо консерватории, услышал, как я пою. Зашел и внимательно слушал. Выслушал и влюбился, наверное, в голос. Влюбился в меня, как в артиста. Ну, давайте что-то вот прямо окопыльно, ну, строчку. Ой, да и голос мне классный. Молодец, молодец. Видно, что занимается. Действительно. Браво, молодец. Я поняла. В общем-то, было, чем быть завороженным. И вы выходите из класса. Я выхожу из класса. Он у вас сам за руку? Да. Вот. Я не знаю, каким образом он успел сбегать за цветами и подарить мне цветы. Мой зайчик, как это трогательно. А он-то вам понравился? Он мне понравился. Он очень хороший мужчина. Очень интересный. Вот. Он мне сказал, что он женится на мне сразу. Прямо там? Да. Ну, это могло испугнуть вас, кстати. Это меня испугнуло. Подумали, дурак какой-то, да? Ну, я подумала, да. Почему такие экзальтированные жесты сразу? Любовь с первого взгляда. С первого слуха. Он же голос ее сразу. С первого слуха, да, получается. Любовь с первого слуха. Но все-таки в отношения пошли. Стали с ним встречаться. Последнее вот чем купил? Он на третий день меня, можно сказать, обманным путем завел домой и познакомился со своими родителями. Но, знаете, так интересно получилось, что отца я знала всю жизнь. А откуда вы знали? Вы были любовницей? Нет. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Я тренировалась просто в том комплексе, в котором он играл теннис. И в течение 10 лет он играл там теннис, и я узнала, я всегда с ним здоровалась. Ну, это же супер. Это судьба называется. О, боже, тут же раскупорили шампанское и сказали, нет, Аленка, ты не просто так пришла в нашу семью. Ну, я ему очень понравилась. Очень понравилась. Жениху или папе? И жениху, и папе, и маме. И маме? Маме, как правило, не нравится. Ну, я ее купила тем, что я сказала, что я каждый день мою пол. Смотрите, то есть вы тоже старались провести впечатление. Правильно сделала. Ну, я думаю, что это естественно. Хорошо, закрутились отношения. Когда вот эти приступы ревности стали его, так сказать... На четвертый день. На четвертый? Нет, не на четвертый. Я закончила консерваторию и стала работать как артист. Я стала ездить на международные конкурсы. Короче, его накрылось головой, да? Вот все эти ваши отъезды. Да, возможно, из-за этого. Он не отпускал меня на конкурсы, говорил, никуда ты не поедешь. Вот тебе это нравится, влюбился в гол. Да, влюбился в гол. Он должен был один владеть, и вы бы ему на кухне пели там. Алена, скажите, а взамен предлагал что? Когда говорил, хватит конкурсов, гастролей. А взамен? Взамен? Ну, быть домохозяйкой. Домохозяйкой сидеть дома. Нет, если этот Доронин говорит, хватит тебе шастать по этому языку, хватит быть моделью, вот я тебе дарю это, 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 балуй себя, развлекайся и живи в удовольствии. Это одна история. А когда он вам ничего не предлагает, то говорит, не пой, на конкурсе не ей, на кастроли не ей. А что? Ничего. В том-то и дело, что ничего. Семья. И в принципе и не жениться уже особо, да? Нет, жениться он хотел, но... Понарошки, первого апреля. Ну, вы ведь без объяснения по-английски, да, исчезли из его жизни? Да. Я думаю, что это уже история, в принципе, закончена. Нет, ну, дома, я не знаю, я бы не променяла вот так вот совсем. Надо идти на компромиссы, почему я должна от всего отказаться. Мне нравится, что вы владеете, вот прям, хозяйка фирмы сайта. Правда, не пойму, когда это вы успели это агентство открыть. Сколько у нас, сколько, кстати, подчиненных, и как давно вы ее зарегистрировали? Вы знаете, зарегистрировала я года два назад, это просто все мои хорошие друзья, с которыми я создала общую команду. То есть один умеет делать сайт, и другой айтишник. Да. То есть и дивиденды получаете? А видно, что Алена девушка не бедная, не из общаги. Я просто, знаете... У вас просто... Я просто, знаете, очень рациональный человек. Умница. Я никогда не буду сидеть и... Не ждать, когда Вася вам принесет колбасы с хлебом. Да, это не про меня. Правильно. Да, вот. И пол я мою каждый день. И очень вкусно печет пирожки. Да ладно, с чем? Татарские, она говорит. А крестик вы сами делаете или покупаете? Да, сама делаете. Такая умница. Слоеная? Слоеная. И крестиком выживаю. Это же, послушайте, это же так затратно и по времени. Крестиком, кстати, я тоже вышиваю. Я умею шить. Хорошо, вас не будет смущать гастрольная жизнь Алены? Потому что даже потому, что она спела, я понимаю, что у нее перспектива. Да нет, в принципе. Да? Ну, это можно все перевести в Москву. Или в чем? Да. Или в чем? Моя мечта – это жить в большом доме. Правда. И не в Москве. Не в Москве. Потому что я очень люблю природу. Ой, как здорово. Очень люблю леса. Ой, как здорово. А я очень люблю смотреть на талантливые сюрпризы. Мне кажется, время подошло. Спасибо большое. Пошел, стойте, посмотрю. Пошел, стойте, посмотрю. Если я всегдаまだ, я буду оставаться. Я буду оставаться. I know you will think of me every step of the way Hey, 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 hey And I will always love you I will always love you Yeah, the voice of her, of course, is great I also want to sing this song But it's from nature, yeah And I will always love you 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 I will always love you How do you think? What do you say? You are a good, talented, talented, strong, happy All right, all right All right, all right All right And I will always love you 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 Who is the man or the woman Who is the man If he has a talent And I will always love you And then you will always love you And I will always love you And I will always love you рассматриваясь вот до того как она запела я прямо ну вот руками и ногами как говорится и хозяйку же хожу и крестиком вышивать но спела и все я поняла что мы ее потеряли вот как жену потеряли но рядом я просто вас не вижу роза не верит я думала у нас трон строга скептическо вид них юстон селин диона мы я вам назову барбара страйзен у всех женщин которые были голоса не может человек быть без семьи конечно человек нуждается в личном счастье она овен она огненный знак и в ней много этого огня это видно и при этом она достаточно отходчиво на самом деле женщины огненности ей очень часто бывают упертыми а у нее близнецовская луна восходящих совсем скоро нас ждет еще одно знакомство которое может стать судьбоносным не пропустите вы смотрите давай поженимся я предлагаю андрея встретите с третьей невесты проходите здравствуйте девочки здравствуйте алена с кем вы я со своей мамой жанны и своей младшей сестой юлей да мамочка проживает наверное счастливую женскую судьбу у вас выглядит замечательно как подружка спасибо очень приятно давайте на вас поссорим узнаем вас получать алена 20 лет офис менеджер занимается фитнесом обожает петь в караоке мечтает стать пластическим хирургом купить домик у озера и отзавестись кони фермой никогда не выйдет замуж за мужчину который делает маникюр через год отношений возлюбленной алена сказал ей что не видит своего будущего а за жоя уж тем более отвечать не хочет надеется что андрей готов взять на себя ответственность за семью расскажите свою историю вы влюбились в неровню я так поняла ему было 23 года мне на тот момент было 18 лет чем вы занимались чем он в колледже я училась медицинском он занимался машинами сбор разборка машин слесарь ну да автослесарь ты конечно богатейшие люди потому что там клиенты в очередь он еще сам по себе понимаете лариса такой человек что он очень добрый вот я делал все даром друзьям знакомым вот тут жена и нужно чтобы сказать нет милой я ему даром а сейчас не нужно одно дело родным знакомым это конечно люди бывают может он в этом смысл жизни видят а и жить под мостом и вот когда он вас не в кино не в театр не в ресторан вы говорите петя ангри денег нет да нет было на что конечно просто он такой человек он домосед был вот как бы он сам по себе домосед на дом он гробится под машины там лежит отвертками он любит ему хочется потом дома ноги вытянуть ну да вот и вот все выходные мы пролеживали на диване я думал я ему говорила хорошо пролеживали там с пользой дело ну да конечно по делу вот вот а цель какие не пойму вас какие цели а цели в чем хочет стать пластическим хирургом к этому должен быть талант от природы он даже не талант а талантище а детей когда детей я хочу где-то в 25 примерно ну через два три может быть ну да а когда же вы будете это пластику делать разведите помеха для развиваться в карьере заканчивать я как-то мало представляю кормящую мать которая это неправда сегодня большинство женщин на успевают и кормят и занимаются семьей я вам например а вообще никому из женщин не советую погружаться исключительно в семью и забрасывать институт и свою карьеру делать неблагодарное брак может неизвестно чем закончится и куда вы пойдете люди добрые поможете а придан то вас какое приданное это я то есть вообще ничего но почему есть квартира я с мамой живу только а вот но мы в чехов вас приглашаем да да в принципе для меня не проблема на самом деле переехать хочу и там нужна пластическая хирургия а свадьбу как все что денег нам сыграть конечно хвост пополам да нет я как бы готов сам оплатить за них она понравилась мне тоже кажется она понравилась жениху и я думаю не знаю мне конечно хочется чтобы он зашел к нам все-таки выбрал тебя но возможно он выберет я думаю что на руководство руководствуясь сердцем должен выбирать да остается что на сюрприз посмотреть хорошо андрей прошу вас проведите со мной я приготовила себе торт со своими руками хотела ну вообще я люблю просто готовить вот но так как у тебя сегодня день рождения я об этом не знала честно скажу тебе мне об этом не говорили вот и в общем я тебя поздравляю с днем рождения желаю тебе самое главное здоровья как будущий врач и хочу чтобы твоя жизнь что ты задумал все свершилось спасибо ну и как тортик не то хороший но не привык когда мне город не любите не привык ну это же первый в последний раз поэтому и привыкать не стоит спасибо спасибо девчонки проходите в свою комнату хорошая дочка алексей карина хорошая девушка очень душевная как мне показалось мне кажется андрею нужно такая девушка и хочется обогреть приласкать то что нужно для мужчины алексей очень скромная очень воспитанная ну заботливая как показал практика андрей ну она мне понравилась ну смущает возраст нет и сколько лет 20 лет вот для меня это сырец абсолютно я не знаю во что выльется но кому-то нравится полуфабрикаты а вы готовы ждать еще детей 5 лет 5 лет да она про это прямо говорит ой послушайте мои хорошие а это вот то что она там через пять лет планирует это все планирование 20 лет то что надо вообще что надо для рождения детей просто андрей какое впечатление произвел хорошее впечатление произвел то что надо эх андрей андрей ведь я вас с самого начала предупреждала что год у вас серьезный и вы человек серьезный у вас в жизни вот это будет становиться больше но сердце то откройте друзья мои познакомились с тремя невестами но нужно выбрать только одну поэтому я вас слушаю все девушки превосходные по моему мнению но мне кажется что у андрея глаз зажегся на вторую девушку на алена как тебе понравился жених мне он очень понравился он очень интересный мужчина что вы скажете алексей я считаю насколько я знаю андрея что ему нужна девушка в первую очередь скромная и так перед которой он сможет открыть себя я считаю что номер три еще не выберет он меня а я думаю выведут андрей я уже определился я за вторую невесту за алену первую знаете иногда мужчина оправдывает свое существование на земле так же как и женщина отдавая себя полностью своему партнеру и видя результат мне кажется алена из тех женщин она совершенно очаровательная ради которой стоит еще раз говорю чуть меньше спать чуть больше работать и посвятить себя а если он зайдет к нам ты выйдешь с ним я думаю что да я за алену третью невесту почему а аленушка наша двадцатилетняя уже готовая невеста и детишек будет рожать и профессия нужна и поедет куда надо за вами поэтому не задавайте себе трудности я прям руками ногами за аленушку алена как он тебе понравился ну да он мне понравился только он какой то знаешь очень скованный очень скованный а звезды подсказывают ой как жаль и как часто это бывает что человек встречает кого-то кто в общем неплохо ему подошел бы я имею ввиду первую алену но как будто это судьба за закрытой дверью я понимаю что с этим человеком у вас могли бы сложиться действительно неплохие отношения если вы стоите перед дверью к своему счастью она закрыта но выламываете эту дверь плечом не нужно дожидаться я считаю так я думаю что вы правильный выбор сделали проходите к своей девушке мы вас в любом случае поддержим а выражайте симпатию нашим будущим героям отправляйте смс их номером по телефону 4151 олег 40 лет номер 2755 врач мамолог кандидат медицинских наук любит проводить время с друзьями занимается смешанными единоборствами и рукопашным боем познакомиться с женственной мудрой и обаятельной девушкой которая родит ему детей светлана 33 года номер 2757 директор фитнес клуба любит экстремальные виды спорта гордиться своим высоким айкью всегда остается истинной леди что бы ни произошло мечтает встретить целеустремленного мужчину знающего чего он хочет от жизни мы не знаем выйдет андрей один или с избранниц я приглашаю всех быстрее выходите давайте его поддержим спасибо что выбрали я всегда останавливаю свой выбор руководство с душой и сердцем я думаю что нам стоит пообщаться и узнать друг друга у нас есть пара андрей и алена и мы поздравляем вас вместе с группы бандерас бандерас и а а и а и и на основе Тесты в журналах, подруги в кафе. Недавно рассталась, осталась усталость, И шрам на ее душе. На работе турдом, в институте диплом, Те же победжет. Не надо ей сюжетов острых. Пусть иногда все будет просто, И опять по экрану побегут эти строки. Она так любит петь в параоке. И пусть вставать завтра рано, И будет утро жестоким, И пусть в подпале не берет ее ноги. Но опять по экрану побегут эти строки. Она так любит петь в параоке. И на мягких диванах будет ждать свою очередь. Пусть ей так трудно брать, но ты высокий. И на мягких диванах будет ждать свою очередь. 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 Но опять по экрану побегут эти строки. Она так любит петь в параоке. И на мягких диванах будет ждать свою очередь. Пусть ей так трудно брать, но ты высокий. Я слышала о том, что мысли все равно материализуются. И в таком случае надо четко понимать, чего ты хочешь. Может быть вы выпили, и, так сказать, метавереза сидела ночь. И в слезах писала, хочу. Контролировать надо. Ну что, пускай спит, посмотрел, успокоилась. Я заказал кольцо, то есть я для себя принял решение, что это моя женщина, и я хочу состариться с ней. Все-таки мне хочется... Немножечко не хватало нам какого-то творчества. Стало немножко скучно. И она с ним в 5 утра, с Мишкой плюшил, 8 марта. Смотрю курят после подъезда. Ну я не знаю, я еще тогда выпил. Принес же выпить, я не пью сам на самом деле. Ну да, да, да. Вижу тень наискосок. Это Белла с улыбкой милой. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Субтитры сделал DimaTorzok